ДРОЙДЕР ЧАРТ ДРОЙДЕР ЧАРТ Здесь отличный, очень много различных автомобилей, которые можно заработать И, конечно же, хорошие трассы, все красиво, управление удобное при помощи газа тормоза и акселерометра Игрушка называется GT Racing Motor Academy Free и занимает сегодня 5 место в хит-параде ДРОЙДЕР ЧАРТ Давайте перейдем к четвертому, на котором располагается приложение Facebook Messenger Да, социальная сеть буквально на прошедшей неделе выпустила специальную такую программу для Android и для iOS Которая позволяет быстро и достаточно удобно общаться с группами друзей Здесь можно устраивать, как я сказал, групповые чаты Можно к вашему сообщению привязывать геотек, чтобы все знали, откуда вы это написали Можно приложить фотографию или какую-то другую картинку из галереи Есть еще настройки, в которых можно на карте посмотреть, где находятся ваши собеседники Можно пригласить кого-нибудь еще, если вдруг его забыли Ну и самая интересная функция, можно давать название обсуждения Ну, например, куда мы пойдем вечером или в какой кинотеатр будем двигаться и тому подобное Все это при разумном использовании может быть весьма удобно За что спасибо компании Facebook Напомню, это приложение называется Messenger и занимает четвертое место и по радиам Droider Chart Приходим к третьему месту Тут у нас программа, которая называется BUSU Это клиент для социального сервиса в интернете по изучению иностранных языков И он содержит большое количество разнообразных уроков Не только по английскому, но и по другим языкам Тут есть ряд упражнений Первые такие ознакомительные, которые вам дают какую-то вводную часть Рассказывают простые вещи Потом идет небольшой тест Ну, а в конце экзамен достаточно разнообразный и интересный Там встречаются самые разные задания, которые с большим удовольствием можно выполнять А что самое хорошее и прикольное тут То, что за эти задания вы еще можете зарабатывать баллы в виде ягодок Которые будут копиться в вашем виртуальном профиле И, собственно, чем больше вы этих баллов заработаете, тем лучше Так вот это здорово мотивирует Есть как платные, так и бесплатные комплекты упражнений Поэтому можно для начала попробовать, но потом уже определиться надо новым или нет Программа называется BUSU и занимает сегодня третье место в хит-параде Переходим ко второму месту Это снова игра и снова гонки Так вот получилось Называется это приложение Trial Extreme Это андроид вариация на популярную игрушку Lastomani или Motorama тоже еще была такая Здесь у нас есть опять-таки мотоциклист, байкер, который едет по каким-то природным горным массивам Ну, кстати, городские пейзажи здесь тоже встречаются И ваша задача довести его до финиша таким образом, чтобы он не покалечился и не ударился головой о камни Вы можете при помощи акселерометра управлять углом наклона его корпуса Еще две кнопочки предназначены для ускорения и для торможения Можно делать сальто, но основная задача, конечно, просто доехать Первоначальные уровни достаточно легкие, а потом попадаются весьма-весьма и трудные Игра, конечно, захватывающая, большое количество уровней И можно с удовольствием в нее поиграть, насладиться Называется она Trial Extreme и занимает сегодня второе место в хит-параде Droider Chart А теперь время отложить смартфон и позвольте продемонстрировать вам планшет На котором мы покажем программу, заслужившую сегодня свое положение в рубрике Старший брат Программа эта называется With Widget Ну и, по сути, это не совсем программа, это набор разнообразных виджетов Здесь есть виджеты для календаря трех видов Для Google Reader, для Twitter и для Facebook Ну и еще один есть совмещенный для Twitter и Facebook, который называется Timeline Что самое интересное, помимо того, что виджеты очень красивые и хорошо адаптированы под Android Honeycomb То, что при нажатии на виджет срабатывает какое-то событие И у вас открываются такие небольшие мини-приложения, которые позволяют вам как-то реагировать на, собственно, ваше нажатие Например, если вы открываете какое-нибудь сообщение в Facebook, можете сразу на него ответить или лайкнуть По сути, это такие мини-клиенты, которые вам немного упрощают работу с социальными сетями Если нажимаете на какое-нибудь сообщение из Google Reader, то тоже можете увидеть подробную информацию И потом по ссылочке перейти к полной статье Ну а календарь имеется, как я уже сказал, здесь в трех вариациях Два вот таких вида с месяцем и один вид адженда, который показывает нам ближайшие события Это With Widget в рубрике «Старший брат» приложение для планшетов Ну а мы возвращаемся к параду Droider Chart и переходим к первому месту Парарапам! Сегодня его занимает программа под названием Pops Программа Pops предназначена для того, чтобы разнообразить и сделать более интересные уведомления у вас на телефоне Здесь есть большая коллекция всевозможных видео, таких заставочек, очень прикольных Которые и можно ставить на различные типы событий, которые имеются следующие СМС-сообщения, электронная почта, опять-таки Facebook и Twitter В общем, когда какие-то аналогичные уведомления у вас на телефон приходят, то появляется вот такая прикольная заставочка на экране Всем весело, вам весело, друзьям весело И, в общем, это удобно Сейчас мы продемонстрируем, как это работает Попробуем отправить СМС-ку на этот телефон Ждем, когда сотовый оператор переварит эту информацию И вот сообщение пришло Как видите, веселый код его принесет на смартфон А снизу имеется сам текст и вот такой вот удобный интерфейс управления Можно удалить, можно пометить как прочитанное Или открыть приложение Ну, в общем, все достаточно удобно и интересно Программа эта называется Pops Кстати говоря, можно сюда добавить и свои видеоролики из галереи, либо с камеры Так вот, программа находится на первом месте Называется она Pops И спасибо ей за то, что она есть Узнать подробнее о всех сегодняшних приложениях И быть в курсе самых свежих Android новостей Вы можете на нашем сайте DROIDER.RU